Отлично! Всё, начинаем, поехали! Слышно, видно, красивая девушка? Спасибо, спасибо, Юлечка, я очень всех рада видеть, слышать. Рада, что вы здесь с нами. Вы такие молодцы, вы прям огонь, вы развиваетесь, вы здесь. Здравствуйте, здравствуйте. Так, напишите, пожалуйста, привет, со мной все так здороваются. Напишите, кто меня знает. Напишите плюс, плюс напишите, кто меня знает. Соответственно, кто не знает, пишите минус. Я, Оля, конечно, Василина, всем привет, всем здравствуйте. Я всех очень рада видеть, моих друзей, соратников по клубу. Есть те, кто меня не знает, классно. Сейчас я расскажу, кто я, что и почему я здесь, собственно, вам что-то рассказываю. Смотрите, сегодня мы с вами поговорим про натяжные потолки. Почему эта тема родилась? Ну, потому что у меня сейчас конкретно вот в моменте монтировались потолки на объекте, я там немножко про это рассказываю в своих соцсетях, и было очень много вопросов именно про узлы, примыкания, как в натяжных потолках это выполнить, и вообще, что это такое. И я решила, что про это надо рассказывать. Мы даже с моими партнерами, с компанией «Невада» придумали мероприятие, которое пройдет вот буквально на следующей неделе в Санкт-Петербурге. Питер здесь есть, напишите, я из Питера, я могу вам потом прислать информацию на регистрацию оффлайн мероприятия по натяжным потолкам, если вдруг вы можете, приходите, мы будем вас очень рады видеть. Сейчас я выключу вот эту пеликолку, если она вам слышна, потому что это всякие чаты у меня тут. Есть Питер? Уже зарегистрировалась? Классно! Анечка, привет! Я из Питера. В общем, я поняла, да, я тогда в чат вам ссылку пришлю. Не сейчас, сейчас не буду отвлекаться, потом просто в чате найдете ссылочку для регистрации. Буду всех очень рада увидеть вживую, понаобнимаемся, все расскажу там более подробно вместе со специалистами. А сегодня здесь немножко вкратце пройдемся, что такое натяжные потолки, почему я их применяю, собственно говоря, и как бы нам так сделать, чтобы сделать это прекрасно и хорошо, чтобы вот они выглядели прям топчиком. Быстро давайте я расскажу. Это на самом деле все очень легко. У нас такой слоган с компанией Невада. Вы все еще делаете потолок из гипсокартона? Тогда мы идем к вам. Ну, собственно говоря, расскажу про мифы, расскажу, какие страхи, и обсудим, какие страхи монтажа есть у наших любимых дизайнеров по поводу натяжных потолков. Расскажу о трендах и о возможностях, что можно сделать сейчас, на данный момент, какие крутые решения у нас есть. У меня есть для вас подарок, поэтому никто не разбегается. В конце я вам дам кое-что. Ждите. Какие есть вообще варианты исполнения потолков? Ну, напишите вот мне, пожалуйста, что вы думаете по поводу потолков? Какие есть варианты? Давайте будем разговаривать. Страхи. Провисание, пожелтение, запах. Все не так уже давным-давно. Про страхи позже. Сейчас давайте. Какие виды потолков вы используете в своих проектах? Ну, так, буквально там несколько накидайте. Что еще делают до сих пор дизайнеры на своих объектах? ГКЛ. Ну, конечно, конечно. Дизайнер-старовер. Еще кто что делает? Делитесь. Я не буду вас мучить. Я расскажу, что стандартно мы делаем. Малярные у нас есть потолки. То есть это вот обыкновенно. Взяли все, покрасили. Все очень долго выравнивали. И все это потом потрескается при движении дома. Ну, может быть, а может и не быть. А натяжные. Вообще потолки бывают подширные, подвесные. Ну, и всякие разные другие. Больше используются, конечно, не в квартирах, а в загородном жилье. То есть там клеевые, какие-то панельные, реечные. Клеевые используются, например, в коммерции очень много. Вот из Армстронга. И вот эти все решения. То, что натуральное пропускает энергию космоса. Марина, класс! Могу сказать, что натяжные потолки тоже пропускают энергию космоса. Это проверено на объектах. Подышало там, не скажу чем. Поэтому все нормально, все в порядке. Да, потолки из гипсокартона. Самое популярное решение у дизайнеров. Почему? Открытые плиты шкуреные, шпаклеванное дерево тканевое. Да, да, вот она, наша любимая шпаклевочка. Вот это все мы делаем. Разница вот сверху у нас подшивной, снизу у нас подвесной. Но это в любом случае гипсокартон. Это грильята, да, в коммерции, конечно, грильята используются. Это самые популярные варианты на картинках. Все вот, что мы делаем постоянно на объектах. И мы считаем, что это правильно, мы там можем все это выполнить. Но на самом деле это все можно сделать намного проще. Потому что эта работа занимает достаточно много времени. Потом это все нужно выводить, дошкуривать, дошпаклевывать, чтобы это все было идеально ровно. А потом, не дай бог, у нас где-то какое-то освещение, которое попадает в профиль, и надо что-то переносить. Сталкивались с таким? Или вдруг пришли на ГКЛ ребята, которые не посмотрели план освещения, и поставили вот эти свои все перекрестия именно там, где должно быть пустое место, должно быть куда-то, что-нибудь мы должны были воткнуть. Легко лечить? Ну, не знаю, насколько легко. Потому что это нужно где-то иногда разобрать, потом все зашпаклевать. А если еще цвет там какой-то, то этот цвет нужно подобрать. А вдруг у нас краска закончилась, и так далее, и так далее. То есть это условно легко, на самом деле не очень. Я вам расскажу про натяжные потолки. Что это такое? Ну, думаю, все знакомы. Поставьте единичку, кто не знаком с натяжными потолками. Я думаю, что сейчас таких цифр у нас не будет. Это полотно, которое натянуто. Постоянно мне туда стоять. Да! Это прям больская боль, потому что я уже просто не один раз ругалась. И когда ты приходишь, я такой, а, а вот это, а, тут же вот нарисовано, вот тут должна быть там такая штука, а вы мне тут вон. Меня один раз перебирали, да. Я в курсе. Натяжные потолки – это полотно, натянутое на металлический или пластиковый каркас, закрепленный по периметру помещения. Это чисто, просто, стильно. И самое главное, это самый чистый и самый быстрый вид отделки потолка. Почему чистый? Ну, потому что ребята приходят, правильные ребята, правильные ребята, приходят с пылесосами, со всеми своими укрывочными материалами, все укрывают, все стены, все красиво, чисто, быстро, за день, за два, там, в зависимости от сложности, все это собрали, и все. И у нас уже сразу красота. А еще, если у нас есть какие-то теневые профили, а если мы примыкание мебели продумали, а если у нас разные варианты освещения, ну, вообще же красотища получается. И это очень быстро. Монтаж занимает, ну, порядка двух дней. Сравните с сроком исполнения потолков из гипсокартона. Ну, давайте, кто вот у нас силен в стройке. Напишите, сколько дней, недель займет, допустим, квартира в 50 квадрат выполнения всех потолков. Напишите. А я вам скажу, сколько у меня занимает, ну, я уже сказала, два дня у меня заняла квартира в 50 квадрат. Пару недель. Чувствуете разницу? Это сколько? Десять, да, раз? Десять раз больше. У нас, если руки с того места, верно, а если не с того, то это еще Х2. У нас есть разные типы полотна. Давайте вот в понятиях разберемся. Есть полотно. Пленка ПВХ – это вот та пленка, про которую все фыркают. Это вот эта блестящая, это которая пахнет, это которая провисает, и которая вот это все, что было в чате ранее. Это пленка ПВХ. Но и то, сейчас она уже бывает очень высокого, хорошего качества, и она может быть даже матовая. Она может быть даже сатин. Мы не говорим про глянец, не говорим а-ля вот это вот все на потолке с рисунками. Сейчас есть очень стильные решения. А еще есть у нас тканевые потолки, которые полностью, вот, ребят, просто я вам потом дам контакт, можете взять образцы, ребята выдают такие вот небольшие палитрочки, где вот есть прям сами тканюшки. Вы можете потрогать. Полностью имитирующая потолок под покраску ткань. То есть ее вообще вы не отличите, и я даже, наверное, на потолке, ну, вряд ли смогу, но если я, конечно, понимаю там по решениям, то я могу определить, это у меня будет натяжное, или это все-таки у меня ГКЛ. Вот настолько идеально имитирует тканевый огонь. Да, тот, кто видел, тот уже знает. Дальше. Какие мифы у нас есть? Давайте вы мне накидайте мифы, а я своими поделюсь, которые я вспомнила. Ну, вот первые два, что в тканевых, в натяжных, там, в любых натяжных потолках нельзя сделать треки. Вот самый большой миф, наверное. И что нельзя сделать ниши для штор, что мы все равно должны эту нишу для штор сделать, там, выполнить из гипсокартона, или из каких-то еще там брусков, еще что-нибудь мы придумываем, потом мы должны это все зашпаклевать, закрасить, и так далее, и так далее. Кто такие мифы еще у себя в голове держит? Напишите я. Я уверена, что сейчас кто-нибудь досознается. Ну что вы, не стесняйтесь, я же понимаю, что кто-то доесть. Да, я поздравляю. Было такое. Да, ну, ребят, мы здесь с вами для того, чтобы развиваться и стать лучше, чем мы были вчера, поэтому это миф. Давайте признаем, наконец, сознаемся, что мы верим во что-то уже неактуальное, и это действительно миф. Уже можно сделать в натяжных потолках треки, и можно делать, собственно, с помощью натяжных потолков, с их решениями, ниши для штор. По этому поводу мы более подробно будем говорить как раз на мастер-классе, потому что там есть тоже у нас нюансы по поводу ниш для штор, что вот мы обсуждали очень подробно в моем прямом эфире в ВК, что у нас вот текстильные дизайнеры очень ругаются, что у нас вот это расстояние неправильное, что вот эти карнизы неправильные, и так далее. Да, соглашусь, есть более простые решения, которые условно самые недорогие, и есть там такие проблемы, но по факту сейчас у нас уже есть более классные, прикольные решения, которые я вам расскажу. Поехали дальше. Еще мифы. В натяжных потолках ограничен круг светильников. Не все, которые я хочу, я могу туда поставить. Тоже неправда. Абсолютно любой светильник мы сможем вмонтировать. Есть специальные решения. Мы должны, ну, закладную предусмотреть, если она у нас имеется для светильника, большего объема, если она нужна. И также мы можем даже утопить, вот знаете, такие есть плашки верхние у светильников, вот их можно прямо утопить в натяжной потолок, и будет все очень красиво. И что мы можем сделать разный уровень в натяжных потолках. Кто делает какие-то многоуровневые потолки? Я понимаю, что мы сейчас от этого отходим, но тем не менее иногда нужно. У меня, например, сейчас опуск достаточно большой, потому что у меня глубокая ниша для что. Соответственно, я тоже, бывает, использую разные уровни, ввиду каких-то даже технических моментов иногда нужно это сделать. Есть такие мифы в вашей голове? Скажите. Отвечу. Можно, да, можно так делать. Я классически редко делаю, но можно так делать. Какие мифы у вас еще есть? Накидайте свои мифы, может быть, я что-то не учла. Еще какие мифы есть у вас? Смотрю чатик, подглядываю, поэтому иногда я так вот вбок косю. Еще миф, что потолки натяжные красить нельзя, что он будет исключительно белый и все. Есть такой миф? Существует среди дизайнеров. Я думаю, продвинутые дизайнеры, они уже это все знают, но тем не менее, я сталкивалась с таким мнением, что это же белый потолок, это же скучно, это неинтересно. Но на самом деле, вот здесь вот на картинке слева и справа вы видите абсолютно классный натяжной потолок, цветной, и это натяжной потолок. Все картинки взяты с сайта той прекрасной компании, которая это все делает, поэтому это не интернет, и здесь не поспоришь, это действительно выполненные работы, поэтому натяжные потолки можно красить, и они не блестят, потому что если мы используем матовую поверхность или ПВХ, или ткань, ткань вообще идеалити будет, ПВХ может немножко поблескивать, но он будет блестеть исключительно только от источников света. То есть если у нас вот прям где-то близко к потолку есть источники света, споты какие-то, еще что-то, тогда может быть отблеск на самом потолке, и вот только вот поэтому вы сможете понять, что это все-таки натяжной. Но это отблеск минимальный, если вы не специалист, вы его не заметите. Как вам мои мифы? Еще добавите что-то? Можно перекрасить? Можно перекрасить, да. Так, Юлия, противник. Фенолформальдегиды, да-да-да. Это уже все не так. Аллергические реакции – это психосоматика, доказано уже. Абсолютная психосоматика, и никакой натяжной потолок вам в этом не помощник. Онкология – это нервы. Это тоже близко к психосоматике, но это нужно настолько жить, там, не знаю, в какой-то зоне, где вот настолько вот это все выделяется, чтобы вот получить прям онкологию. Чаще всего это все идет из головы у человека, и, ну, я не буду в эту тему углубляться и спорить с кем-то, но я точно знаю, что если человек с определенным настроем будет жить с натяжными потолками, никакая онкология ему не страшна. Про покраску расскажете, чем красить валиком? Слушайте, я вот не строитель, скорее всего, краскопультом нужно красить. Если вы хотите прям попробовать это все и прийти и посмотреть, как это все делается, то я вас приглашаю на наш живой мастер-класс с компанией «Невада», куда я вот ссылочку дам, ну, если вы в Санкт-Петербурге. Если нет, это наш партнер союзный, пишите в «Союз», пусть компания «Невада» устраивает какие-то живые встречи, не знаю, там, где люди хотят это сделать вот самостоятельно прям ручками. Я думаю, что в Москве есть, да, в Москве есть ребята, вы сможете с ними договориться, они вас пригласят на свой мастер-класс, где вы сможете вот это все прям покрасить. Я думаю, что об этом можно спокойно договориться, я вам дам все контакты, пишите, в общем, ваши желания, пожелания в нашем союзном чате, и я думаю, что ребята обязательно это учтут. Так, что еще можно сделать в натяжных потолках? Давайте посмотрим про тренды. Какие сейчас есть решения? Вот, например, справа картинка, это мой реализованный объект, сейчас вот немножко коснемся этой темы, мебельный. Кто еще до сих пор считает, что нужно сначала монтировать потолок, а потом ставить мебель? Напишите двоечку, что вы сначала ставите, устанавливаете потолки, ну, если про натяжные речи, а потом делаете мебель. Это был плохой потолок, это был плохой материал, скорее всего, бюджетный, который может себя так вести при сквозняке и при проветривании. Хороший материал он так вести себя не будет. Это тоже один из вопросов, который разбирается компания «Невада», и опять же говорю, что вы сможете поприсутствовать на их оффлайн-встрече, либо можете, ну, даже вживую как-то вот встретиться с ребятами, либо задать онлайн-вопрос, и они вам очень развернуто ответят. Ну, вот я на своем объекте, вот моя картинка, натяжной потолок, мы открываем, каждый раз, когда приходим, я открываю окна, открываю двери, у нас там постоянно сквозняк, я ни разу не заметила никаких вообще там, даже вот еле-еле заметных движений, вообще ничего. У нас вот здесь вот потолок, не тканевый, это ПВХ, но очень хорошего качества. Вот, вот картинка справа. Что можно сейчас сделать? Ну, понятно, вы про это знаете. Теневой плинтус можно поставить, поставить потолочный карниз, это что, был вопрос выше при классике, да, мы это тоже делаем на натяжных потолках. Как это делаем? Это нужно узлы прорабатывать. Сделать красивые примыкания к мебели, не оставляя технический зазор у мебели. Картинка посередине, вот просто приглядитесь, ребята, вы видите вот эту небольшую тень? Здесь выполнено сначала, сначала выполнен монтаж, потолков, а потом была установлена мебель, и она имеет технический зазор, это неизбежно, потому что ее там вот так вот не установить никак вплотную, и даже пусть один или два сантиметра они у вас останутся, и будет видна вот эта не очень хорошая тень. Видите, вот у потолка и у кухонных фасадов верхних между ними есть вот такая темная полоска. Это просто тень, но она будет. А вот мой справа объект, где мебель установлена в потолок. То есть, что это значит? Мы сначала устанавливаем мебель с доборами до потолка, до чернового потолка, а потом вот к этому добору, давайте вот так вот, плоскость, вот эта мебель, вот он шкаф, мы вот так приходим потолком. Соответственно, у нас никаких зазоров нет и никаких теней дополнительных нет. Планку тоже видно. Планку видно, но планка не дает никакой тени, и она технически получается правильная. То есть, у нас все равно есть какие-то планочки в мебели, и они неизбежны. Можно сделать эту планку прям выше, если она вам очень не нравится, но просто здесь же открывание с верхних шкафов идет, поэтому это необходимый добор для того, чтобы у нас двери при открывании не цепляли светильники. То есть, там тоже такие моменты у нас бывают. Если у вас рядом нет светильников, если у вас нет открываний каких-то, вы можете прям минимизировать эту планку. и, собственно, у вас ее не будет. Я понимаю, о чем говорите про психосоматику, психологическое образование. Я не вижу в интернете. Сколько пришлось? У меня есть для вас ответ. Вы просто обращались не к тем людям. Ищите, к вам придут люди. На самом деле вы уже здесь, поэтому все нормально, все хорошо. Они есть, они существуют. Когда мне говорят, что там нет специалистов хороших, я говорю, вы просто их еще не нашли, потому что специалистов хороших много. Есть хорошие ребята, они существуют, я уже их знаю. Поэтому я искренне делюсь с вами. Это вообще не рекламный контент. Я просто действительно с ребятами знакома лично. Я использую их работы в своих проектах. И я их смело, вот настолько, как сейчас, могу рекомендовать. Понимаете, уровень доверия. Они мне за это, ну, если вы вдруг подумали, не платят. Серьезно. Поэтому это искренняя рекомендация. Это просто очень такие наболевшие вопросы по натяжным потолкам. И я, как человек, который с этим работает и сталкивается, решила с вами поделиться именно своим опытом в этой конкретной части, небольшой. Какие у нас есть страхи? Накидывайте. Чего боимся с натяжными потолками? Что произойдет? Давайте, ребят. Напугайте меня тоже. Я вот, может быть, бесстрашная. Мне кажется, что все всегда можно исправить. Светильники не те вставить. Да. Ну, это не очень такой страшный страх, потому что светильники можно поменять. Провисание. Да, это распространенная история, когда мы боимся, что у нас может быть провисание. Здесь есть несколько решений. Провисание возможно только, если у нас сама площадь полотна очень большая. То есть, если у нас там, не знаю, очень длинное какое-нибудь помещение, и вот мы хотим потолок без стыков, швов сделать на всю длину 10 метров. Да. В этом случае провисание, возможно, оно минимальное. Оно есть, оно существует. Вы его не заметите. Ну, визуально нет. Только если лазер будет вставить, тогда заметите. И его можно нивелировать некоторыми способами. То есть, есть такие стыковочные узлы, которые могут вот это вот нивелировать. То есть, у вас будет некий стык, который будет практически не видно. Мы его обычно выводим. Ну, вот, например, у меня простой пример был. У меня была кухня с коридором объединена без двери. То есть, у нас там двери не было, у нас был просто портал, и вот он был прямо до потолка. То есть, у нас единая поверхность потолка. Помещение кухни плюс помещение коридора. Достаточно большое, да. Мы сделали планочку, которая пряталась где-то там, вот где у меня трековое было освещение встроено. То есть, оно было так технически продумано, что оно казалось, что это так специально все нужно. Там эта линия небольшая есть. И мы вот таким образом разделили эти два помещения. Никакого провисания у клиента не будет. То есть, здесь нужно просто продумывать. Это нужно просто технически знать и задавать вопросы правильные, правильным ребятам, которые вам расскажут и покажут, как это можно сделать. Еще какие страхи у вас есть? У меня были страхи следующие. Я вам сейчас покажу. Я очень боялась, что мне это сделают некрасиво, что мне это не понравится, что на картинке у меня это выглядело классно, а по факту это не очень, что это как-то стандартно, как у всех, что он недолговечен, что он блестит и так далее, и так далее. У кого такие же страхи? Тоже, да. Ну, мы все живем в этом мире, поэтому, наверное, мы где-то в чем-то похожи очень. Смотрите, на экране у вас два QR-кода. Сейчас берем телефоны, наводим. Верхний QR-код – это компания Nevada Premier. Это наши партнеры, любимые, союзные. Ребята проверенные. С натяжными боками сильнее слышно соседей сверху. Слушайте, ну, это миф. Потому что для того, чтобы не было слышно соседей, нужно делать звукоизоляцию. ГКЛ вас не спасет. Пыль собирает, будет серый. Пыли там нет, там все изолировано, поэтому серый он не будет. По поводу того, как там это все чистить со временем, я думаю, мы можем уточнить прямо у самой компании Nevada. Ну, во-первых, ничто не долговечное, и гипсокартон тоже собирает пыль, да. То есть все равно же вы понимаете, что со временем, там, через 10 лет вам нужно это менять. Поэтому это такой себе аргумент. Пожалуйста, скажите, у кого получается, чтобы я понимала, что QR-коды работают. Нижний QR-код – это бонус от компании Nevada, и там список профилей, которые они используют и рекомендуют своим клиентам для формирования ниши для штор. Карнизы. Ну, это не совсем карнизы, это профили для формирования ниш для штор. То есть, соответственно, там вот прям список работает. Отлично, супер, я очень старалась. Это список, который вам поможет в ваших решениях, если вдруг вы не знаете, а каким же способом можно выполнить нишу для штор. Это прям бонус. Ребята это сделали, сделали для нас с вами. Одним небольшим документом прям сохраняйте, потом, если кто воспользуется и скажет мне спасибо лично, и компания Nevada скажет спасибо за этот список, я думаю, что нам всем будет очень приятно, потому что мы для вас действительно делаем это. Ребята вообще молодцы. Они дают, во-первых, полную техническую поддержку в проектах. То есть, что они делают? Они полностью все считают. То есть, ты им просто скидываешь картинку, там, не знаю, чертеж по потолкам, и они все рассчитывают самостоятельно. То есть, все вот эти профили, вы не заморачивайтесь, они все рекомендуют. Они закупают, если необходимо, все техническое освещение, причем с расчетами. То есть, они смотрят, считают, подсказывают, как лучше это освещение расположить и так далее. То есть, для меня это важно, потому что все равно я со своей эстетической стороны смотрю, а вот эту техническую часть нужно тоже прорабатывать. Ребята в этом полностью поддерживают. Они используют абсолютно современное светотехническое оборудование, поэтому вы можете быть уверены, что в ваших проектах будут красивые потолки с хорошим освещением. Делают любые вообще варианты. Сейчас дальше я вам покажу, какие варианты у них есть. Это могут быть и световые линии, и какие-то трековые системы. Это может быть вообще все, что угодно. Просто скажите, что вы хотите, чтобы было. Сколько я слушала про потолки от экспертов. Это идеальное решение. Я с вами полностью согласна. Вот в умелых руках это очень важно. Любое освещение, цвет, печать. Ну, 3D мы сейчас не используем, перфорация. Да. Фенола – это ваш личный страх. Вот честно вам скажу, это просто ваш страх, это ваш триггер, который вас не отпускает. У нас у всех есть такие страхи. Кто-то боится, не знаю, вот у нас там есть такой петербургский страх ходить под окнами, потому что вдруг сосулька в голову прилетит. То есть, ну, это просто совершенно субъективное мнение. И если разобраться именно с точки зрения исследований, статистики и так далее, этого не существует, либо это настолько в допустимых нормах, ну, что тогда нужно говорить о том, что вам нужно уехать куда-нибудь в лес или в горы и жить там, потому что у нас есть излучение вот от этих всех приборов, которые тоже влияют на онкологию. У нас есть полы, у нас есть краска и так далее, и так далее, и так далее. Ну, тогда не работайте в этой сфере, да, я бы так вот сказала, и не живите в этих домах. Ну, потому что просто ну, надо тогда бояться не только этого, надо бояться всего остального. Ну, так как бы нелогично. То есть, это такой личный пример, могу объяснить свою позицию. Если, например, человек говорит там за эко и говорит, что нельзя есть корову, потому что это вот так плохо-плохо, но при этом он в кожаной куртке или в кожаной обуви. У меня сразу к нему вопрос, а почему такое двулечие? Ты так любишь этих животных, но при этом ты готов носить вещи из его шкуры. То есть, ну, если уж ты такой, то тогда давай раздевайся, надевай на себя холщовку и ходи так. Токсичность везде. Да, да, я про это. Поэтому ничего не бойтесь, все хорошо. Мы все живы, если вы будете знать, что вы точно счастливая, красивая, умная, и которая будет жить вечно, так и будет, понимаете? То есть, ну, это просто настрой. Токсичность везде. У меня не везде. Вот у меня нету этой токсичности. Ни в людях, ни в жизни, ни в материалах, потому что я знаю, верю и искренне это транслирую, что мир прекрасен, люди добрые, и ко мне приходят именно такие люди, классные специалисты своего дела. А если вдруг какой-то залетный попадает, который не такой, его тут же вот так отфутболивает, и он улетает сам в неизвестность. Пожаробезопасность. Материалы все обработаны, действительно так. Они устойчивы к воспламенению. Ну, если вас интересуют вот эти технические прям моменты, то это не ко мне, это больше к ребятам. У вас есть контакты, вы можете им задать эти вопросы. Я думаю, что они вообще легко на все ответят. Вопросы. А где мои красивые потолки? Вот смотрите, здесь реализован двойной уровень свечения. Вот эта вот световая подсветка, это сам потолок так светится, то есть так и называется световой потолок. То есть там личная жизненная позиция. Спасибо. Я очень долго над ней работала. Это правда труд. Это не просто так само там стукнуло тебя. Это работа. И она каждодневная. И она никогда не заканчивается. То есть если вы хотите жить именно так, то все в ваших руках. Хотите быть счастливым, будьте им. Все. Вот ответ на все вопросы. Световой потолок делают ребята так же. То есть можно сделать вот такой вот красивый потолок, и это будет именно освещением. То есть это не просто будет потолок, он будет нести функцию освещения, может быть даже основного. Очень часто люблю такие решения в санузлах. Можно использовать с удовольствием, прям рекомендую вам, когда у нас небольшая площадь санузла, и чтобы там лишних вот этих вот каких-то пятен не было светильников, можно сделать вот такое световое решение. Будет очень классно и прикольно. По стоимости как различаются. А вот вы мне ответьте, пожалуйста. Вот вы когда-то делали гипсокартон наверняка все. Вот скажите, сколько стоит гипсокартон на, допустим, там, не знаю, на квартиру 50 квадрат. Примерные цифры. В два раза дороже. Да, это так. Ну, на самом деле, натяжные потолки тоже можно сделать с разным ценником. Можно сделать, там, не знаю, за 100 тысяч все потолки, а можно сделать за 300 или за 500. То есть здесь зависит от того, какое освещение вы используете. Вы можете использовать освещение очень дорогое. Невада в Санкт-Петербурге? Нет. Они есть уже и в Москве, и причем у них есть там даже монтажные бригады. Саратов, не знаю. Вот насчет Саратова надо спросить, ребят. Вообще, я думаю, что это возможно, потому что, ну, здесь самое главное – это монтаж. То есть оборудование, вот это все, это же не так важно, как монтаж. ГКЛ дороже. Да, конечно. ГКЛ, во-первых, дороже сам по материалам. Во-вторых, он дороже по монтажу, по работам. Он более длительный по срокам. И вот это вот, если вы все учитываете, то у вас получается экономия как времени, так и ресурсы, и денег. Парящий потолок. Нет, парящего потолка у меня нет в картинках, но я думаю, что ребята с этим справятся, они вам покажут. В Сочи есть. Слушайте, вам нужно прям сейчас срочно, давайте я верну контакты ребят, вот прям пишите им, прям вот на сайте, либо давайте так сделаем, я сейчас просто вам дам в чате телефон, да простит меня Виктория, я вам дам телефон руководителя по работе с дизайнерами, и вот вы прям все вопросы давайте будете ей адресовать по поводу Сочи, Саратова, парящих потолков и так далее. Я честно не специально, Виктория, простите меня, пожалуйста, если вы это увидите. И сейчас вы очень удивитесь, когда вам начнут многие писать. Но я думаю, что ребята не обидятся, они будут очень рады новым знакомствам, они будут очень рады новым партнерам. Так, Виктория, Василийка, пишу руководитель направления по работе с дизайнерами. Вот прям вот сохраняйте себе, пожалуйста, контакт, правильно я написала, проверяю? 9, 8, 7, 6, 8, 4, 21, 24. Все, все, все контакты сдала. Ребята очень адекватные, они очень френдли и, соответственно, я думаю, будут очень рады общению с новыми партнерами. Возможно, они захотят и в Сочи развернуться, и в Саратов поехать, поэтому я просто не знаю, сохраняйте, да, это очень полезный, важный контакт. И сейчас я вам должна еще скинуть информацию по поводу нашего офлайн-вероприятия, я вам обещала. Сейчас, секунду, я это сделаю. Прямо вот подождите, ребятки, сейчас я справлюсь, мне нужно просто найти эту ссылку. Я вам отправлю. Пока задавайте, пожалуйста, вопросы, я буду читать наш чат. Каким способом можно увеличить высоту потолка? Вы имеете в виду с помощью натяжных потолков? Но здесь нужно комплексное решение, потому что натяжные потолки одни и не справятся. Нужно использовать решение по цвету, по свету, и, соответственно, использовать, возможно, какие-то геометрические линии в интерьере, то есть играть цветом стен, то есть вот эти все визуальные эффекты, когда мы поднимаем высоту. Поднимаем высоту уровень дверей, полотен, то есть если у вас высота, там, стандартная 2,500, высота полотна двери 2 метра, то вы никак не увеличите высоту потолка, даже с помощью любых решений по потолку. То есть здесь нужно комплексно подходить. Нужно увеличивать высоту дверей, играем цветами. Соответственно, если у нас мебель в интерьере, значит, мы ее делаем до потолка, не режем ее ни в коем случае, там, не ставим 2-метровые шкафы, потому что этим самым вы просто, ну, опустите еще высоту этого потолка. Увеличить можно вот просто натяжным потолком, сделать двухуровневый потолок с небольшим, либо, наоборот, с большим карнизом потолочным, то есть вот такую некую ступеньку создать, и вы создадите вот такой вот эффект, немножко увеличите эту стену, вернее, потолок. На самом деле можно даже на плоском потолке увеличить, как бы, визуально высоту. Знаете как? Рассказать? Напишите, знаете ли вы такие способы? Огонь! Олечка, у тебя тоже очень хорошая была презентация, я прям жду вторую твою часть. Расскажите. Супер! Рассказываю. Вот у вас потолок, вот он ровный. Вот если вы его сделаете просто обычным ровным, то он так и будет выглядеть. А если, например, мы клеим тонкий молдинг, вот делаем какую-то, условно говоря, там конструкцию на потолке, и через еще несколько там сантиметров отступаем и делаем другой молдинг, более тонкий. И визуально снизу будет казаться, что там есть некая ступенька, хотя на самом деле ее нет. Будет падать тень, и будет казаться, что в серединке у нас что-то повыше. Но там ничего. Потолочный карниз цвет со стеной. Да, я говорила, что можно цветом решать такие вопросы. То есть мы работаем с потолками именно цветом. То есть мы можем, как вот визуально увеличить высоту потолка? Наоборот, стены выкрасить одним цветом с потолком, тогда он визуально уйдет вверх. Не будет видна вот эта четкая граница. У нас обычно как потолок белый, стена там бежевая. И вот эта полоска очень сильно видна. А если мы выкрасим потолок такой же цвет, то не будет видно это все. Карнизы из полипропилена широкие. Можно использовать с этими потолками. Можно использовать карнизы. Ну, из дюрополимера, наверное, получше будет. Есть такие решения. У ребят все есть. Вот на самом деле у них есть профили, которые можно использовать именно с такими карнизами. Например, наоборот, широкий, многоступенчатый, но лаконичный карниз. Да, карнизы очень хорошо работают, если их использовать правильно. То есть мы можем просто вот высокий карниз сделать. Даже вот у нас высота потолка там 250-270, мы ставим вот такой высокий карниз. И визуально он нам поднимет потолок, будет казаться, что потолок выше. Этих примеров очень много. И приемы у нас у всех есть разные. Если хотите, давайте сделаем, не знаю, мастер-класс по этой теме и обсудим все варианты увеличения потолков. 2,400. Ну да, стандартная высота. Вообще очень маленькая, конечно, даже для... Даже стандарта не дотягивает. 2,500 же обычно. Почему такой низкий потолок? Что случилось? Так, я должна была найти ссылку. Сейчас. Это старая серия. Слушайте, ну она прям очень, видимо, старая, потому что 2,400 очень низко. Вам там нужно прям колоссальную работу провести, продумать и потолки, и стены, и мебель. Обязательно. Дверные проемы. Еще и балки опущены. Балки можно выкрасить. Можно выкрасить в светлые какие-то тона, тогда они не будут так сильно опускать потолок, потому что у нас балка, она тоже давит. Если она еще темная, деревянная, да, то она тоже вот как бы еще придавливает. Сделайте ее светлую, белую. Пусть там будет вот эта вот деревянная какая-то фактура, нормально будет смотреться. Просто белые балки, они немножко поднимут потолок. Это, видимо, загородное, да, строительство? Загородный дом. Ребят, я ищу ссылку. У нас есть еще с вами время. Да, и добавить моддингов. Правильное решение. У нас есть с вами время. Давайте будем общаться. Задавайте вопросы. У меня презентация была не сильно большая, потому что я не хочу вас грузить технической информацией. Насколько делает опуск, чтобы под ним провести вентиляцию? Зависит от вентиляции. Если стандартно, ну, я думаю, что где-то в районе 200-250 нужно будет сделать этот опуск, потому что, ну, здесь зависит от решения по вентиляции, что именно у вас. Очень могут быть разные, поэтому нужно смотреть. Так, я нашла ссылку, ребят. Я сейчас вам скину. Вот буквально 2 секунды. Кто в Питере, прям рекомендую. Регистрируйтесь, приходите. Будет полезно и интересно. Копировать. Ставить. Так. Где моя презентация? Презентацию забрали. Кто забрал мою презентацию? Верните, пожалуйста, у меня там еще мои контакты. Сейчас. Так, ребят, дальше вопросы. Бизнес-клуб «Грани». Про это уже рассказывали наши коллеги. Я вас призываю. Ссылку видите? Регистрируйтесь пока на мероприятие. Я вас призываю присоединяться к нашему прекрасному сообществу.